Денис, расскажите о проекте, что это за футбольная лига и как она появилась. Студенческая футбольная лига, ну это проект, который основан для студентов, которые хотят принимать участие в футбольных турнирах. Если вы знаете, то у нас в городе достаточно большое количество вузов, но эти вузы многочисленные. И там есть всего одна студенческая сборная по футболу, которая участвует в официальных чемпионатах вузов, но этого недостаточно. Есть ребята, которые там все время под этой сборной, и им в принципе негде принимать участие. И вот у нас там в 2012 году зародилась такая идея, что ребят этих очень много, которые хотят играть в футбол, которые не хотят заканчивать. И им всегда интересно участвовать в крутом соревновательном процессе, особенно если это будет еще и хорошо организовано, подсвещено, да, то есть это будет медийное освещение какое-то. И вот в 2012 году мы с ребятами решили организовать такой проект. Сначала он был на базе университета экономического, потом вырос уже в такую большую масштабную картину, как студенческая футбольная лига именно Санкт-Петербурга, где сейчас там порядка 150-160 команд ежегодно принимают участие. Но если сказать, что, наверное, особенность может быть этого проекта, то что из университета как раз-таки могут участвовать не одна команда. Поэтому команд может принимать безграничное множество, и сейчас вот мы даже формируем рейтинг университетов. Это как вот рейтинг Лиги Европы, УЕФА, да, где там коэффициенты вузам присваиваются за количество участия, за победы, за все. В каком вузе больше всего команд сейчас? Сейчас это Горный университет, ну и, естественно, Лесгофт. И кто из них сильнее? На самом деле, вот предыдущие все четыре сезона выигрывала команда из Горного университета. И самый парадокс такой, что там, наверное, команда звезд не набирала. У них не было звездных игроков, которые там играют на уровне города, которые играют там где-то выше даже. А в других командах они были. Но команда очень хорошо относилась, все время ответственна к составу, к игрокам, с набором заявки. В принципе, нигде больше не играли, поэтому концентрация у людей была нацелена, чтобы выиграть именно этот чемпионат. И они все четыре года подряд выигрывали этот чемпионат. Ну вот смотрите, вы говорите, вы шесть лет существуете. Как выглядит годовой цикл существования вашего проекта? Что реализуется за год? Ну, начиная с сентября месяца у нас проходит заявочная кампания рекламная. У нас лига сформирована по уровню силы. Это четыре дивизиона, получается. Это высший зенит премьер-лига сейчас, это высшая лига. И дальше уже формируются лиги по зонам, по городу распределенные. Это северная, южная и западная лига, где также есть высший дивизион и есть просто дивизиональный этап, где люди вот только кто пришли, начинают участвовать. Ну вот в сентябре, получается, формируется состав участников по итогу предыдущего сезона. Все, кто самые сильные, попадают, естественно, в высшую лигу. Там премьер-лигу, кто получил на это право, заслужил. А дальше, получается, сезон разбит на несколько этапов. Это осенний этап, это первый этап чемпионата 6 на 6 по футболу, который на улице проходит. Зимой в перерыв у нас начинается где-то с середины ноября и заканчивается в начале марта. Это проходит два турнира по мини-футболу. И чтобы люди, когда у них не было вот этой большой паузы, неигровой, и поэтому, чтобы они были все время задействованы в проекте. Ну и весной проходит последний этап, это завершающий, где разыгрываются уже все медали, награды. И те, кто сильнейшие участвуют, борются за свои призы. И в итоге в начале июня всегда проходит закрытие сезона. Кто те ребята, которые приходят к вам? Ну какой-то социальный срез, активность? И вообще, как они попадают в вашу лигу? Ну на самом деле это совершенно разные ребята, начиная от студентов, которые вот только-только поступили в университеты, первокурсники, также плюс студенты колледжей, которые хотят принять участие. И уже даже старшие ребята, это аспиранты, магистранты, которые уже так основательно обосновались в университетах. Если говорить, как попасть, ну просто проходит рекламная кампания, люди видят ее и заявляются сами, в принципе, изъявляя желание, формируют свою команду из студентов своего университета, подают заявку, выполняют все условия участия, заполняют все, регистрируются на сайте, приходят, проходят регистрацию, получают карточку игрока и потом уже могут спокойно играть в лиге. Как развивается проект в целом? Я слышал, что у вас есть уже партнерство с некими крупными футбольными клубами из основной премьеры лиги, так сказать, российской. Ну да, да, есть такое. На самом деле с 2012 года мы как бы, когда начали формировать проект, у нас сначала всего 26 команд заявилось, первый сезон, и мы такие думаем, ну как бы мало что-то еще. А потом мы весной посидели, подумали, провели максимально активную рекламную кампанию, и у нас их стало уже 70. А потом их резко еще, там 130, 140, 150, то есть так по геометрической больше, ну типа на два раза умножалось, каждый сезон получилось. Вот. Ну естественно, пока мы развивались, мы информационно со всеми работали, максимально работали по поиску партнеров, взаимодействия, потому что проекту тяжело существовать за счет собственных ресурсов, и нужно развиваться. Для него так получилось, что в прошлом году мы, к сожалению, с канавшим в лето клубом Тосна тоже партнерились, да, получается, они нам помогали немножко. Ну их интерес был то, что наработать себе какую-то болельческую базу, среду. Понятно, что, конечно, все в Питере, наверное, в городе Санкт-Петербурге все хотят. У нас есть один город, одна команда, и поэтому работать с «Зенитом» и взаимодействовать с «Зенитом». И вот с этого сезона так сложилось, что «Зенит» обратил внимание на студенческую футбольную лигу, и мы заключили партнерское соглашение, и наш высший дивизион сейчас называется «Зенит-Премьер-лига». Вот поэтому и в рамках этого проекта, в рамках именно «Зенит-Премьер-лиги» у нас происходит все сотрудничество в течение этого сезона. То есть лучшие игроки там ходят на матчи, ну и все остальное. Скажите, а где вообще проходят игры? Как попасть на них? Ну именно если мы говорим про студенческую футбольную лигу. Ну высшие дивизионы, это «Премьер-лига» и «Высшая лига» играют на стадионе «Политехника». Это Политехническое университет у них, это «Политехническое-27». Остальные лиги, которые по зонам распределены, это играют на городских школьных площадках. В южной это у нас две площадки, северная две, еще и западная одна площадка. То есть ну можно приходить смотреть. Все, вся информация у нас мы всегда максимально как раз-таки вот за открытость, за то, чтобы все можно было информацию посмотреть. Поэтому все расписание можно на нашем сайте тоже смотреть, который в группе, то есть максимально активно. Вы хоть адрес скажите, чтобы люди знали. СПЛСПБ.ру, да, получается сайт, ну и группа, следовательно, тоже так же. Ну и по всем хэштегам можно так же найти. Скажите, а как вы вообще пришли в эту отрасль? Что вас заинтересовало в футбол? Ваш путь? На самом деле путь достаточно такой, неоднозначный. Почему и как я мог попасть в футбол? Потому что я сам занимался другим видом спорта, зимним видом спорта. И, ну, пришел в университет на первый курс, и мне очень хотелось... Я в школе еще начал заниматься организацией спортивной деятельности, плюс там была такая общественная организация при школе была создана. Тоже именно вот нами там в седьмом классе, что ли, нас там начали привлекать к этому всему. Ну и было интересно. Я пришел в университет, продолжал заниматься своим видом спорта, и как-то активно в студенческом совете начал работать в рамках развития комитета по спорту студенческого совета. Ну и дальше так понеслось, понеслось, и на втором курсе у нас образовалась идея с одним из парней-футболистом, который такой, вот, давайте, вот, типа, у нас нету отдельного какой-то проекта, давайте сделаем вот Лигу Финека, да, и вот тогда это был Финек еще университет. Мы сделали Лигу Финека, то же самое. В принципе, весь календарь, вообще все то, что вот сейчас у нас в СФЛ происходит, это было у нас в Лиге Финека только в рамках одного университета это все проходило. И получалось достаточно так интересно, а почему именно футбол? Ну, наверное, тут я так это скажу, что я обучал себя все-таки на экономическом факультете, потом факультет коммерции, ну, специализация коммерции и маркетинг, получается, это, и получилось так, что этот вид самый популярный и самый интересный, ну, и он мимо просто не проходит, ну, и мне самому интересно было в рамках футбола, как это все работает, и мы попробовали вот запустить. Ну, а потом дальше уже это вышло за рамки университета. Ну, вот смотрите, есть некое взаимодействие с детьми в рамках подготовки спортсменов, ну, и вообще вообще спортивной подготовки. Есть ваша лига? Человек родился, пришел в спорт в детском подростковом возрасте, потом, к счастью, попал к вам. Дальше как он может развиваться, если мы говорим про спортивный, именно любительский спорт? Если говорить о любительском спорте, то у нас, наверное, так сложно, вот вы говорите, да, попал, 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 это вот такое достаточно. У нас понятно, что к нам попасть легко, это открытая заявка, это по факту ты захотел, все, заявился, играешь дальше. Если говорить о развитии, да, с точки зрения спортсмена, любителей, спортсмена, может быть, даже профессионала, то мы, конечно, стараемся, чтобы ребят дальше, хороших ребят, которые их продвигать, ну, дальше там формирование сборных команд в своей лиге, да, и участие в различных турнирах. Если говорить о продолжении как любителя, понятно, что у нас там при достижении определенного возраста и окончании университета ребята покидают лигу и в город, уходят просто в город для участия в других городских турнирах. Кто-то, может быть, уже там, да, очень часто получается, что на старших курсах ребята, когда заканчивают и играют у нас, у них тоже со временем уже плохо, потому что, ну, работа, у кого-то другие заботы, но хотя бы они немножко продлевают себе жизнь в спорте, да, просто там на 5-6 лет, пока они в студенческой футбольной лиге играют. Но если бы не было таких проектов, наверное, было бы им сложно еще где-то заниматься, хотя в городе достаточно большое количество любительских соревнований, которые проходят там в районах и просто также организованы разными организациями. И, ну, туда можно попадать. А либо приходить уже в лиге, в команду, которая будет формироваться под участие в разных соревнованиях. Если отрешиться от футбола и от вашего проекта, вообще в целом, как в городе и в стране обстоит ситуация именно там со студенческим спортом, какие проблемы, какие пути решения или вообще есть ли какие-то перспективы его развития именно в этого направления? Ну, так скажу, сейчас, наверное, в последнее время стало чуть-чуть проще и интереснее, потому что начали все-таки появляться лиги по видам спорта. Это и хоккей, и баскетбол, и футбол — это те, которые всероссийские лиги. Волейбольная там пытается что-то сформироваться, там грибная лига очень хорошая. Вот. Но это все-таки эпизодические моменты, связанные с желанием определенных людей, которые достигли каких-то высот уже там в своей карьерной лестнице или в бизнесе, и они вот эти свои идеи продвигают, и за счет этого развивают все-таки студенческий спорт. То есть такого системного, наверное, подхода еще не получилось, чтобы вот... Ну, не получилось так, чтобы эти лиги... Может, какой-то закон нужен или какая-то законодательная инициатива в этом вопросе? Да, в принципе-то у нас все по закону принято. Вопрос, тут нужна инициатива главной организации, отвечающей за студенческий спорт, либо инициатива других. У нас, к сожалению, когда появляется какая-то альтернатива, она не всегда изначально поддерживается, а бывает даже конфликтует с той организацией, которая уполномочена этим заниматься. Но если говорить сейчас о развитии студенческих спортивных клубов, как раз-таки это дает большой импульс развитию студенческого спорта, и с 2012 года это тот двигатель, наверное, тоже студенческого спорта и в России, и, возможно, будет как бы когда-то и выйдет на тот уровень, приближающий, наверное, к мировым тенденциям развития студенческого спорта. Повлиял ли на вашу деятельность прошедший чемпионат? Готовились ли вы к нему или есть какое-то наследие, которое помогает в чемпионат, которое помогает развиваться вам сейчас? Ну, чемпионат мира — это, конечно, самое, наверное, яркое событие, особенно в этом году, потому что я сам готовился только в качестве болельщика. Мы максимально старался все, мне было разных предложений где-то там что-то организовать, участие в каких-то турнирах, мероприятиях, и я сказал, нет, ребята, я сам лично не смогу, и я еду в Сочи, Казань, Нижний Новгород, и вот такой у меня был там маршрут, Москва, потом в Самаре был на матче России, поэтому я максимально старался освободить время для того, чтобы самому посетить и насладиться уже чемпионатом мира как событием спортивно с точки зрения болельщика. Конечно, у меня есть ребята, очень многие, которые принимали участие в организации, как волонтеры, как работники уже служб, и было вообще круто, конечно. Чемпионат мира в Россию принес вот этот глоток, то, что люди у нас поняли, что спорт — это не совсем скучно, что на спорт можно приходить с семьями, отдыхать, смотреть, развлекаться, что это не вот этот большая фанатская сектор, не только фанатский сектор, который там устраивает драки и дерется где-то, но этого, в принципе, вообще на чемпионате мира это не было, и было вообще все очень красиво и культурно. Если говорить о наследии, конечно, те стадионы, которые получили у нас города, их нужно развивать дальше, чтобы были, конечно, команды на базе этих стадионов, именно в премьер-лиге, если посмотреть, то последние цифры посещения ФНЛ, даже ФНЛ, это вторая лига после РПЛ, они просто космические, они там бьют какие-то все рекорды, мыслимые и немыслимые после того, потому что люди хотят прийти на эти стадионы. Конечно, нужно делать эти стадионы открыты, более открытыми, да, чтобы люди могли ходить там, допустим, на те же экскурсии. Вот ездил тут от проекта, участвовали, нас отвозили в Барселону, и вот там была у нас экскурсия на стадион. В один день прошел матч, на следующий день мы уже на экскурсии, и очень круто, я вот надеюсь, что у нас в России тоже на всех стадионах, особенно стадионах проведения чемпионата мира, будут такие же организованные экскурсии. Если говорить еще о развитии, конечно, школы, детские школы, наверное, сейчас переполняются после, и Дзюбомания, она все-таки идет по стране, и все следят за тем, как Артем Дзюба сейчас забивает или не забивает. Я так понимаю, куда Зинит приедет, даже родная команда не надо, нам нужно, пожалуйста, вот можно нам людей из сборной. Слушайте, если говорить именно про развитие вашего проекта, видите ли вы историю с масштабированием за пределы Санкт-Петербурга на область, на ближайшие регионы, на международное сотрудничество? Если говорить о России, конечно, мы уже делали такие попытки, даже это делали прямо в 2012-2014 годах, у нас проходило два всероссийских финала, один из которых мы провели в Санкт-Петербурге, второй — это в 2014 году, даже тогда, на то время, Георгий Сергеевич Полтавченко посетил это мероприятие, нам удалось выцепить, и тогда большое внимание и СМИ как раз-таки оказалось этому всему. После, конечно, немножко подутихло, там вот последние три года не проходило это всероссийских финалов, то сейчас, со следующего года вообще планируется, чтобы такие лиги, как Санкт-Петербург, были сформированы во многих регионах и городах, чтобы проводить уже тоже, и сформировать именно всероссийскую студенческую лигу футболу 6 на 6 среди любительских команд, потому что футбол 6 на 6, во-первых, приняли в систему соревнований, они теперь являются официальным видом, то есть раньше любительские виды 7 на 7, форматы 6 на 6, 8 на 8, их не было в едином календарном плане, теперь они могут входить в единый календарный план от Министерства спорта и признаваться официальными соревнованиями, следовательно, можно получить статус чемпиона России по футболу 6 на 6. Сейчас, кстати, да, наша сборная участвовала недавно, и молодежная, и взрослая сборная по футболу 6 на 6, и поэтому как раз-таки внимание вот этим массовым видам футбола, оно сейчас уделяется, и со стороны РФС как раз-таки есть заинтересованность, со стороны Ассоциации студенческих спортивных клубов, чтобы такие проекты появлялись, и они были масштабными. Понятно, что студенческая футбольная лига в Санкт-Петербурге, это такой пока единичный региональный проект, который до такого масштаба развивается. Ну, мы стараемся следить за теми, как развиваются именно лиги всероссийские, поэтому брать от них максимально все лучшее и стараться делать так, чтобы это появлялось и в других регионах. Мне очень часто звонят с других регионов, ребята, которые там занимаются, они все время спрашивают, спрашивают совет, там какие-то документы им, там регламенты, положения, как мы там формируем, что-то спрашивают, и поэтому есть еще примерно в 16 городах России, где проходят такие подобные проекты. Они, правда, немножко менее, потому что, ну, все-таки в Санкт-Петербурге у нас население намного больше, в Москве там их несколько, где-то они на базе вузов, где-то это, допустим, в лиге МГУ играет там порядка 100 тоже команд. Это в одном МГУ. Впечатляет. Да, то есть, а в Питере у нас 150, это с разных университетов. Конечно, там можно достичь и больших пределов, но тут опять же тоже инфраструктурная проблема есть в том, что все-таки нам нужны площадки, которые были бы доступны для проведения проекта, потому что, ну, не всегда все охотно идут на то, чтобы предоставить свои площадки для проведения. Ну, так, как-то так. Надеюсь, что скоро проект будет масштабирован уже и внесен в единую систему спорта, студенческого спорта России, поэтому будет гораздо интереснее в нем развиваться и расти. Денис, ну, пожелаем вам удачи. Спасибо, что нашли возможность к нам сегодня прийти. Будем следить за вашими успехами. В студии «Город Плюс» был Денис Чеканов, председатель студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга. Денис Чеканов